Незабытые имена в канун освобождения города мы вспомним тех, кто принес на нашу землю мир. Отправляемся в музей боевой славы в Бендерах. Карты боевых действий, портреты военачальников и других участников далеких сражений. Один из них – Николай Курила. 20-летний комсор Кроты повторил подвиг Александра Матросова в боях за Суворовскую гору. Звание герой официально не получил, но увековечен в летописи и карте города. Одна из улиц названа именем Николая Курила. Курила был рядовым 129-го стрелкового полка 93-й Миргородской стрелковой дивизии. И Закирьян Идиаточный Сибулин, он был командиром этой роты. И он оставил как раз очень обширные воспоминания, подробное описание подвига Николая Курила. О подвиге Николая Курила потом рассказал другой боец – Закирьян Насибулин. Это он водрузил красное знамя на взятую высоту. Суворовская гора открывала путь в город. И первым, кто вошел в освобожденные бендеры, был сводный отряд Емельяна Ермакова. Его имя носит еще одна городская улица. Город стоял в руинах. Жителей в городе практически не было, потому что еще перед апрельским наступлением, ранней весной, население города было эвакуировано. Город представлял собой жуткую картину. Мертвая тишина. Жителей не было. Город был разрыт траншеями. Бурьян по пояс. И как писал один из частников освободения нашего города, то давалось впечатление, что этот город покинули не только люди, но и птицы. Ермаков несколько месяцев не дожил до победы. Погиб в боях за Будапешт в феврале 45-го. После войны в Бендерах проживало 4,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной. Более 60 из них освобождали наш город. Регулярно фронтовики собирались вместе, поминали боевых братьев. Один из них – летчик 639-го штурмового авиаполка 189-й авиадивизии 17-й воздушной армии Михаил Аксенгор. На своем самолете, он как раз действовал в районе Суворовской горы, его самолет преследовал отступающие из Бендер немецкие войска по Кишиневской дороге. В нашем городе также жил еще один летчик, штурмовик Николай Васильевич Кобыляский, который тоже действовал в этом районе в ходе Яско-Кишиневской операции. Интересно, что и Михаил Ефимович Аксенгор, и Николай Васильевич Кобыляцкий, они в свое время учились в одном училище, в Луганском авиационном училище. Командир полка Василий Орехов – самый высокий по званию среди освободителей, решивших стать бендерчанином после войны. И не просто жить в городе, хранить историческую память. Много лет фронтовик возглавлял музей боевой славы. По сути, все участники освобождения нашего края – герои. От главнокомандующих фронтами – те, кто разрабатывал операцию до рядовых и санитаров всех родов войск. Мы помним их неоценимый вклад в общее дело мира. Будем бережно хранить и передавать эстафету памяти следующим поколениям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!